Ребята, привет! Слушайте, у каждого в жизни время от времени случаются всяческие неприятности. У меня тоже в октябре была серьезная неприятность. Мне разбили машину. Причем разбили так. Серьезно, машина совсем не на ходу. Авария была мощная. И самое неприятное, что разбил человек, у которого не было страховки. Ехал он на чужой арендованной машине. И постоянной работы у него нет. В итоге я остался без колес, что при моем хозяйстве довольно проблематично. Потому что зверей нужно кормить. Нужно все время возить продукты. Нужно вывозить мусор. И это только самый-самый минимум, который нужно, 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 нужно. Колеса нужны всегда. Я приспособился потихонечку. Благо и доставки сейчас работают, и друзья помогли всячески. Но машина стоит. Разбитая машина в хлам, которая требует ремонта ни много ни мало на 600 тысяч рублей. То есть, ну, значительных сумм, которых, собственно, нету. И взять негде. Покупать какую-то другую машину тоже возможности нету. И я подумал. А, плюс еще она кредитная. Я подумал, что надо машину продавать. И продал на восстановление. Есть мастера, которые все это восстанавливают. А потом, я не знаю, как с этим решают. Не суть. Ну, уж больно не хотелось все время зарухлить, которая ржавеет во дворе, платить кредит. И еще каска и осага, потому что банк этого требует. И в итоге, вы знаете, у меня получилась очень интересная штука. Я мало того, что покрыл кредит, и у меня еще даже остался какой-то свободный хвостик. На который ничего не купишь. Машину не возьмешь. Ту, которая, по крайней мере, будет ездить. Но. Но. Что-то надо с этим делать. А у меня давным-давно была мечта. Мне безумно хотелось сделать, ну, оранжерею, не оранжерею, но хотя бы парник для лягушек. Чтобы на лето их выводить на улицу. Чтобы они могли получать ультрафиолет. Чтобы они могли иметь суточный перепад температур. Чтобы поставить там автоматический полив. Я безумно ленивый человек, честное слово. Я страшно ленив. Я очень не люблю работать. И я давно мечтал. А как бы мне сделать так, чтобы несколько месяцев в году не работать каждый день с утра до вечера. А иметь возможность куда-то выехать. Я на рыбалке не был два года. С ума сойти, да? Куда-то выехать. Или сесть написать еще одну книжку. На это все нужно время. А я работаю. И мне хотелось такую теплицу. Чтобы в апреле месяце уже можно было основных амфибий переводить на улицу. Включать автополив. И не париться. И вот этот вот хвостик, оставшийся от машины, я подумал, нужно начинать. Целиком я ее построить сейчас не смогу. Это достаточно дорогое мероприятие. Но на начало, на основу, мне вполне должно хватить. И я начал. Почему я начал? Я подумал, что платформу и базу сделать по частям невозможно. А вот потом каркас можно докупать частями. Появилось несколько тысяч рублей. Купил несколько метров металла. Так за зиму потихонечку, глядишь, к весне наберется металл на то, чтобы весной сварить каркас. А потом постепенно взять поликарбонат и одеть теплицу. Так вот. Я ленивый и дурной. И я решил, что я начну делать то, что хотел уже очень давно. И я начал. Начали мы довольно бодро. Есть бригада, с которой я знаком много-много-много лет. Они всегда делают для меня нормально и недорого. И они взялись сделать. И почти неделю, нет, больше недели, 10 дней у нас шла безумная работа. Не думайте, что все делали только они. Я тоже с ног сбился бегать, таскать, приносить, помогать, разгружать. Потому что машины с плиткой, например, приходили тогда, когда было всего двое ребят. И вдвоем разгрузить эту плитку было тяжело. Разгружали. И песок принимал, и по магазинам бегал. Беготня и суматоха. Больше недели мы занимались вот этой штукой. И, наконец, основа, платформа сделана. И я очень надеюсь, что еще годик и постепенно встанет целиком. То, как я вижу, то, как я представляю. И то, что позволит мне немножечко лениться. То, что позволит мне писать, освободить время для этого. У меня его катастрофически не хватает на то, чтобы писать. Но я думал, я сейчас закончу вот все свои основные идеи. Но не тут-то было. В день, когда платформа уже заканчивалась, начались дожди. Начались проливные дожди. А ведь у меня запланирован бассейн. Вы помните, наверное, что у меня, когда было много дикобразов, да, там, Пушинка, Снеж, вот толпа, двое детей вечно с ними. Они сидели летом в уличном вольере. И там был фундамент. Этот фундамент потом был зарыт. И он оказался под землей. И я решил, а почему бы не включить этот фундамент в общий комплекс и не сделать там бассейн для, конечно, золотых лягушек. Они будут жить круглый год в парнике, имея свой достаточно большой пруд. И будет им вполне хорошо и комфортно. Мысль. И я стал это воплощать. Но мне оставалось буквально несколько часов для того, чтобы застелить этот фундамент, который мы выкопали, углубили, сделали чашей для бассейна. Можно застелить его прудовой пленкой и сварить ее пленка лежит, клей лежит, все лежит, все подобрано. И пошли дожди. И теперь у меня в фундаменте накопилась вода. И я теперь жду, когда прекратятся дожди, когда несколько дней будет сухо, чтобы все просохло. И застелить пленку, поставить биофильтр из пластикового бассейна, который, не помню, 3,5 тысячи, по-моему, стоил. И использовался тоже для прудовых лягушек, когда они жили на улице. Был такой момент. Сделать из этого биофильтр и запустить пруд, чтобы он уже работал, дожидаясь общего каркаса и поликарбоната. Вот, это, собственно, я к чему вам рассказываю? Это я рассказываю, опять же, к тому, что, ну, да, была неприятность. Ну, разбили машину в хлам. Но из этого получилось рождение той идеи, которую я очень давно хотел воплотить. И я думаю, что дальнейшее я буду воплощать постепенно, но твердо и неуклонно. Так что не расстраивайтесь, если что-то происходит не так, как вам бы хотелось в данный момент. Может быть, оно все к лучшему, и какие-то неприятности, наоборот, могут привести вас к воплощению, возможно, мечты. Почему нет? Это позволяет увидеть все немножечко в новом ракурсе. Понадеемся, что на следующий год я сумею сделать оранжерею, теплицу, не оранжерею, конечно, не отапливаемую зимой. Но получить возможность перевести основных амфибий на лето с апреля по октябрь на улицу, где будет больше возможностей и меньше работы, и больше времени для другой работы. Для поездок и съемок, для монтажа видео и для написания книг. Очень хочется еще и писать книги. Постараться сделать их хорошими. Вот. Так что, ребята, что бы ни случалось, не расстраивайтесь ни в коем случае. Все. Пока. Я пойду поработаю дальше. Башара, а ты чего там? А, Башар? Что? Ты просто лежишь поблизости, да? Ты просто лежишь поблизости. И все. Ты молодец. Все время поблизости. Да, иди. Все время. Продолжение следует...